В городе Наднём нам пройшел финал областного вокального конкурса «Новое поколение Арт Гродно-2022». Мероприемство организовано суместно областным палацом творчества детей и молодей и телерадио компании Гродно. Отборочные туры, некольки месяцев, интенсивные подрыхтовки и долгошаканные хвилины славы. Лепшего вокалиста Гродинской области ушановали ваурочистые обстановцы и узнагородили каштовными призами. Татьяна Грышук расскажет. Вокальных конкурсах шмат, але такого еще не было. Цекавность до мероприемства адлюстровывалася у колькости жадаючих зведать хвилину славы. На пауфинал творчих выбрабаванья трапила больше за 50 заявов з розных кутков при неманья. Жадание поудельничать выказали и особные выканавцы и ансамбли троху зростовых категорий. Вызначение лепших проходило у четырех номинациях – эстрадные, академичные, джазовые вокалы и народные спевы. На первом этапе строгая жюри одобрала претендентов по видеозаявах. У вынику у фінал трапили только 12 артистов и групп. Подготовлены и новые программы, костюмирование. Жанр разный. Надеюсь, что все участники сегодня порадуют вокалом. Жюри будет очень непросто. Сегодня в жюри будут работать профессионалы, будут работать и маститые артисты, и соорганизаторы, работники Дворца творчества «Дети и молодежи» и, конечно же, телерадиокомпании «Гродно». Нам очень приятно, что мы вместе проводим этот конкурс. Сегодня самые лучшие из лучших. Хотя все они талантливые, все они умнички, но конкурс есть конкурс. И в любом случае нужно определять лучшего победителя. Тот, который будет покорять уже сценические площадки не только каких-то маленьких учреждений, но и городские, областные, возможно, республиканские. А может быть, кто-то выйдет и на международный уровень. Поэтому помочь ребенку в такой момент, когда очень рвется душа, и есть талант, и есть возможности, помочь ребенку – это главная задача. Самая главная задача взрослых – помочь, провести, взять за руку, для того, чтобы, знаете, как не только в День защиты детей мы должны обращать внимание на это, мы должны по жизни деткам помогать. После пауфинального сита конкурсантами займались и профессионалы-хореографы, выкладчики вокалу и сценичного мастерства психологи. Программа занятков была спланована таким чином, чтобы за короткий час максимально допомогли раскрыться усим сдольностям юных талентов. Полина Цибульская, удельница студии «Элегия войс» со Счучина – одна из 12 финалистов. Девчина годно прошла усе в упробовании. Для финала обрала песню на испанской мове. Этот конкурс, он многоэтапный. Первый этап мы подавали видео, потом мы прошли, так, этап за этапом. И я была очень рада, что прошла на этот конкурс, особенно финал. Мне очень нравится здесь, мы общаемся с конкурсантами, мы со всеми познакомились. В общем, все очень классно. Песня про любовь, она очень трогательная. И на самом деле, мне очень часто хочется плакать под нее. Я просто, когда выхожу со сцены, у меня просто трясутся руки, и я вся дрожу. Выступление Полины сподобалось судьям, ровно, як и инших финалистов. Але найбольшь – Насты Ляхович, выхованки Ольховской середней школы Островецкого района, якая была названа «Перамужцей нового поколения Арт Гродно-2022». До слова, телевизионную версию яскравого концерта финалистов вокального конкурса можно будет увидеть на телеканале «Беларусь-4 Гродно». Сачите за эфиром. Продолжение следует...